Настраивались на игру плей-офф с желанием, с максимальной самодачей. Хотелось сыграть. Хорошо изучили соперника и были готовы к их комбинациям. В общем, впечатление – хорошая игра, ровная игра. Надеюсь, понравилось болельщикам. Так нужно, не знаю, сегодня немного, как мне кажется… Ну, вообще, в общем, сыграли хорошо. Все забили. Не знаю, тренер будет решать, что исправить, что улучшить. Хорошая получилась игра. Действительно, начали финал. Плохо мы начали игру. Немного был мандраж. Какая-то, как показалось, такая немного нервозность. Дали в игре «Химику» первую четверть. Но проявили характер и вернулись в игру. И вся игра потом сложилась такая, вся на нервах. И борьба за каждый мяч, за каждый отскок, за каждое очко. И в концовке все-таки сегодня повезло больше «Химику». Нам проиграли последний подбор. Такой спорный момент. Я не знаю, мне показалось, что был толчок в спину. И после этого мы проиграли подбор. Вместо того, чтобы пойти два фола туда пробить. Это мое мнение. Не знаю, надо посмотреть повтор. «Химик» нажал концовку. Дотерпели. Молодцы. Увидимся в Харькове. Будем стараться вернуться в Южный. Сдаваться мы не собираемся. Собираемся увидеть вас еще раз. Спасибо за атмосферу, за такую борьбу, действительно, игры. Начало плей-офф такое, какая ожидалось. Да, очень интересно. Спасибо. И спасибо зрителям. Сегодня было больше, чем в регулярном чемпионате. Спасибо. И зрители хорошо поддерживали. Это чувствовалось. Я надеюсь, что 2 апреля их будет еще больше. Я очень хочу. Я очень хочу. И мы все хотим вернуться сюда. Это плей-офф. И мы не хотим просто так сдаваться. Хотя мы играем лучше на выезде, чем дома. Почему-то так. Посмотрим, как будет. Если вопросов нет, то мы выдадим вас. Тренер, скажите, что по грамму? Почему так мало сыграл сегодня? Ну, он сразу получил 2 фола. Мне пришлось его убрать. Потом он вышел и получил третий фол. Поэтому мы его берегли. И до конца, считая, что мы его доберегли, он последний фол получил только за 5 секунд до конца. То есть только в этом проблема. И когда он получил 2 фола и сел на скамейку, естественно, немного его настроение такое, оно упало. Он хотел играть. Перебор фолов, скажем так, чуть-чуть испортил его игру, настроил его на игру. Но, тем не менее, он справился со своими задачами, имея 3 фола, он справился с вторую половину с Джонсом, что в первой половине мы не справились, мы чуть перестроили защиту, а в второй половине с ним более-менее справились. А еще? Поехали, что это не самое. Я не смогу доверять. Мы все знали, что это хороший фол. Мы начали с первой половиной. Мы выполнили, что мы должны сделать. Мы выполнили, что мы должны сделать. У нас был планией. И basketball это гейм, мы приходим на вновь, но мы вновь-могу с победой. Кристин говорит о том, что не было особых сюрпризов от соперника, и они просто хотели придерживаться игрового плана всю игру. Это получалось в первой половине, но не получалось все во второй, и им нужно было потом уже переломливать ход матча. За счет чего у нас все-таки задержать соперника и делиться победой? What was the main reason to break the game? Just getting stops, when needed. We did that, we got a few stops. Came back, scored, got another stop. Just getting stops, when needed. Игроки говорят о том, что они делали остановки тогда, когда это было нужно по игре, и просто собирались на конкретные рывки и отвечали сопернику. В первую очередь спасибо за поздравления. Все хорошая игра была. Я думаю, для зрителей очень интересной было по накалу. Мы отлично начали. Как сказал CJ, Харьков хорошая команда. И если мы посмотрим, как они закончили регулярный сезон, обыграли две хорошие команды на выезде, пускай по несколько очков, но тем не менее. И сколько игр они еще в сезоне проигрывали в концовках. Хорошая команда, очень хорошие американские исполнители. Поэтому мы готовились, безусловно, к очень серьезной игре. И в первой половине, первой четверти, скажем так, мы четко соблюдали дисциплинированно то, о чем мы договаривались. Потом, безусловно, Харьков где-то адаптировался. И мы немножко перестали где-то это соблюдать, где-то перестало, может быть, получаться. Вот. И во второй половине, когда начали проигрывать, просто потихоньку, шаг за шагом, как сказал CJ, да, я всегда ребятам говорю о том, что без защиты не можешь выиграть. То есть нужно остановить какие-то нападения, не дать им легкие очки из транзиции, да, или глупые какие-то помощи, какие-то бэкдоры, которые мы просто на фокусе потеряли игроков, и они это забили. Мы сконцентрировались, сфокусировались, и буквально за две минуты, даже, по-моему, чуть меньше, мы догнали 66-66, да, то есть уже был счет, там, ликвидировали этот хэндикап, да, потому что отстояли на правилах, каждый был внимательный, не потерял просто своего игрока, и понимал, с кем он играет в защите, да, или это Кромер, или это Грэм, то есть очень важный момент, да, тоже. Поэтому рад, что выиграли, да, и сейчас нужно проанализировать и готовиться к следующей игре. Ну, в ваш взгляд, игра в файпере будет тяжелее психологически, физически, или же с каждой игрой вам будет легче читать соперника? Ну, знаете, как тут, читать уже соперника, в принципе, нечего, потому что мы много с ними и так выиграли в этом году, плюс кубковые еще игры, поэтому достаточно хорошо уже друг друга знаем и выучили, знаем, как бы сильные и слабые стороны друг друга. Тут очень важный момент, это эмоции, да, эмоционально, и опять же, чтобы подойти к этой игре с очень хорошей энергией, безусловно, Харьков будет играть дома, это их домашняя площадка, безусловно, будет нелегко, вот, но самый важный момент, это всегда, то, что я говорю, это придерживается правил, быть дисциплинированным и четко выполнять то, о чем мы договорились.